Понятно, что профессия недостижима и что можно постигать ее всю жизнь. И это такая гора без вершины. Появятся дети, и вот это мои философские мысли про гору. Нахер будет никому не нужны, потому что если ты в 35 лет будешь аниматором на елке скакать и говорить, что не-не-не-не, еще чуть-чуть надо подождать. Тем более, мы живем в такое время, что в этот год известный Петя самый классный, а в следующий год Владик самый классный, а потом Гена. А через 5 лет пройдет и Витя стрельнет. А про Владика уже все забыли. Он сказал всему курсу, что я гениальный. Мне было 18 лет, и я позвонил маме. Я говорю, мам, я гений. Мне это сказал мастер. И я не знаю, что с ним делать. Потом я понял, что он всех называет гениальными. И мама говорит, слушай, ну ты вот сейчас с конкурса опять слетел. Ну, может, все. Ну, у тебя уже есть театр, Дмитриевский театр. Че тебе надо-то еще? Внутри амбиции там. А он тебе говорит, ну все, типа успокойся уже. И когда я в следующий год поступал, я уже ничего не говорил. Че ты делаешь? А зачем ты, ну типа, как в жизни? Это странно. У нас вообще-то играют, у нас вообще-то глаза подводят. Вряд ли кто-то подойдет и скажет, Братан, нет, не все, надо делать. Ты че, надо делать. Давай, блядь, давай. Нет, просто скажут. Ну, еще один закончился. Все. Давай на выход. Может быть, нужно быть открытым к миру, там, и все такое. Та-та-та-та-та. И там представлять свои мечты. И рисовать свой дом на картине. И там, и сидеть на стуле и представлять, что ты едешь за Бентли. Может быть. Может быть. Я просто не такой. Просто в какой-то момент тебе должно повезти. Вывод из этого просто надо херачить. А повезет тебе или не повезет, это уже там четко распорядиться.